Привет! Вы на канале «АвтоСтронг», а вокруг меня мотоциклы нашего двухколёсного бренда «МотоСтронг». Все эти мотоциклы недавно приехали из Европы, а сейчас продаются по заманчивым ценам с полным комплектом документов. Мы настолько уверены в состоянии этих мотоциклов, что вы можете проверить их с любым экспертом. Если нужно, снимайте пластик и меряйте компрессию – всё будет чётко. А ещё мы поможем с доставкой в Россию. Звоните в «МотоСтронг». Все контакты в описании. На нашем канале есть уже четыре обзора на двигатели Subaru. Настало время рассмотреть один из самых крохотных из них. Итак, встречаем EL154. Перед вами полуторалитровый атмосферный двигатель Subaru EL154. В его конструкции нет ничего выдающегося, кроме оппозитной компоновки. Его легкосплавные блоки накрыты двухраспредвальными ГБЦ, а на впускных распредвалах установлены фазовращатели. Вообще, в основе этого мотора лежит конструкция двигателей EJ-серии. Ход поршней в 79 мм, такой же, как у 2,5-литровых моторов. Коленвал и шатуны этой полторашки заимствованы у самого большого четырёхцилиндрового оппозитного мотора Subaru. Вообще, этот двигатель можно запросто отнести к старой доброй EJ-серии. Полтора литровый двигатель EL154 с 2006 по 2011 год устанавливали на рестайлинговую Subaru Impreza 2-го поколения, а также на Subaru Impreza 3-го поколения. На восточных рынках некоторое время этот двигатель выпускался параллельно с более проблемным и компромиссным. Даже есть переднеприводные автомобили. Вообще, этот двигатель EL154 получился проблемным и компромиссным. Даже поклонники марки Subaru при всей любви к марке считают этот двигатель самым бестолковым. Его 110 лошадиных сил очень грустно везут Impreza. Но самое неприятное, что этот атмосферник выхаживает примерно 150 тысяч километров и вообще мрёт как муха. Благодаря его родству, тесному с двигателями EJ-серии, многие владельцы меняют его на двухлитровый и вообще проблем не знают. Вообще, этот двигатель начинал стучать вкладышами или заклинивал с пробиванием одного из полублоков уже к пробегу в 60 тысяч километров. Часто на капремонт и на свап, то есть агрегатную замену на другой двигатель, этот мотор попадал уже при пробеге в 100-120 тысяч километров. Редкие экземпляры – с одним или с двумя владельцами доезжали до 200 тысяч километров. Единицы доезжали до 250 тысяч километров. И то владельцам приходилось прикладывать немало усилий и внимательности, чтобы этот мотор прошёл 200 тысяч километров. А проблема в потреблении этого двигателя масла. Сейчас обо всём подробно расскажем. Вообще, до серьёзных проблем и ремонтов, о которых мы расскажем в конце обзора, этот двигатель служит совершенно без нареканий, хотя к пробегу в 100 тысяч километров может назреть необходимость в замене лямбда-зондов. На это укажут конкретные ошибки. Также придётся решить вопрос с катализаторами. Также могут наметиться утечки масла из-под прокладок клапанных крышек. Также обратите внимание на участок под генератором. Там установлен датчик давления масла. Датчик частенько подтекает по контактному разъёму. В этом случае придётся поменять датчик на новый. Реже на запущенных моторах появляются утечки масла по сальникам распредвалов, сальнику коленвала, а также по уплотнительным кольцам на фазовращателях. Ну а сегодня в разборе этого бестолкового двигателя нам поможет очень толковый механик Дмитрий. Встречаем, и мы начинаем нашу разборочку. Как вы знаете, двигатели внутреннего сгорания работают на воздухе и бензине. Этот мотор ещё и на моторном масле. В впускном коллекторе мы обнаружили лужу масла. К сожалению, это стандартная ситуация для этих моторов. Также этот двигатель оборудован клапаном EGR, который владельцы успешно отшивают. К сожалению, рядовая ситуация – стружка в поддоне. Вкладыши здесь, наверное, не жильцы. Добавим, что для замены свечей зажигания на импрезах не нужно вынимать двигатель или сверлить передние лонжероны. Да, такой народный способ есть. А нужно слева снять аккумулятор и его площадку, а справа демонтировать корпус воздушного фильтра. В тесных пространствах с помощью ключей с карданчиками вынимать свечи. На этом полуторалитровом двигателе установлено два фазовращателя, которые, естественно, управляют фазой открытия впускных клапанов. Иногда блок управления фиксирует ошибку P0011, которая говорит о рассинхронизации впускных распредвалов. Как правило, нарушение работы системы фаз газораспределения происходит из-за проблем с подачей масла к фазовращателям. Спереди на ГБЦ двигателя EL154 есть две трубки со штуцерами, в которых находятся фильтры из металлической сетки. Со временем из-за подгоревшего масла эти сетки-фильтры загрязняются и нарушается подача масла к золотникам системы и фазовращателям. И тогда система начинает работать некорректно. В большинстве случаев чистка этих сеток помогает, и система начинает работать нормально. Эта же ошибка может появиться при загрязнении самих возвращателей и при нарушении мета ГРМ. Удивительно, но немало моторов EL154 загнули клапаны из-за обрыва ремня ГРМ. Причём это происходило с оригинальным ремнём, то есть до его первой замены. Менять этот ремень надо каждые 105 тысяч километров, а оценить его состояние можно, сняв кожух с левой ГБЦ. Если на ремне видны трещины, то его надо срочно менять. Ремень и валы устанавливаются очень просто. На хороших новых ремнях есть метки, также метки есть на всех шкивах. Их надо просто совместить друг с другом. Также внимание требует натяжитель ремня ГРМ. Натяжной ролик качается на рычаге, в котором находится демпфер. В исправном состоянии шток демпфера вдавливается с усилием порядка 27 килограмм. Если демпфер вдавливается пальцем, то тогда его надо менять. Ролик с демпфером в комплекте стоит 100 долларов. Ещё изношенный демпфер издает посторонний цокающий звук. Обратите внимание, что в нашем случае демпфер уже начал потеть маслом. Также нередко срывается резьба в кронштейне, к которому крепится натяжитель. Новый кронштейн стоит 30 долларов. Вот это 30-долларовый кронштейн. Сюда вкручивается натяжной ролик ремня ГРМ. Если что-то случилось с резьбой, эту деталь можно купить отдельно. Обратите внимание, что клапанные крышки установлены вот на такие резиновые прокладки, которые со временем дают течь. Если говорить о состоянии, то прекрасное состояние кулачков распредвала и светлый масляный налет. А это говорит о том, что масло в этом двигателе обновлялось часто и, как вы понимаете, методом доливки. Стариться оно не успевало. Гидрокомпенсаторов в этом двигателе нет и, как вы понимаете, мало какой мотор EL154 дожил до необходимости регулировки тепловых зазоров. В правой ГБЦ все то же самое. Но лаковый налет здесь темнее. Потому что эта ГБЦ хуже охлаждается. Об этом известно каждому субаристу. Двигатель EL154 не жалуется на качество прокладок ГБЦ. Их не продувает. Сами ГБЦ, собственно, служит тоже хорошо. С блоком цилиндров ничего особого не происходит. А вот поводом для значительных расходов являются другие обстоятельства. Ну а в нашем случае в обоих ГБЦ мы видим признаки масложора. В принципе, это стандартное обстоятельство для данного двигателя. Легкосплавный блок цилиндров, открытая рубашка охлаждения. По состоянию, естественно, видны следы масложора на донышках поршней, слабенький хон и побежалости на стенках цилиндров. Ну и при вращении коленвал движется очень туго. Скорее всего, вкладышем – да. Чтобы добраться до поршней любого оппозитного двигателя, надо обязательно располовинить блок. Начинаем. У владельца Subaru с двигателем EL154 есть одна большая забота – следи за уровнем масла. На практике до 60-80 тысяч километров эти моторы не потребляли масла, но затем начинали его активно поедать. В поддон этого двигателя помещается 4 литра масла, а расход масла на старте начинается с 300-500 грамм на тысячу километров. То есть, этот двигатель способен легко и непринужденно сожрать всё масло между заменами. Именно из-за работы на сухую этот мотор задирал вкладыши и клинил. В поддонах заклинивших моторов обнаруживалось буквально пару стаканов масла. Когда начались массовые проблемы с поломкой этого двигателя, поклонники 1,5-литровых Impress буквально каждое утро начали проверять уровень масла. Дело в том, что с пробегом расход масла только растёт и может достигать литра или более на тысячу километров. И в этом случае владельцы Impress с этим мотором начинали откладывать деньги на свап, на 2-литровый мотор EJ204. Более-менее нормально этот двигатель служит с моторными маслами с хорошим щелочным числом, т.к. оно обладает высокими моющими свойствами. Оригинальная инструкция по эксплуатации предполагает широкий диапазон допустимой вязкости – от 5W30 до 10W40 и 5W50. Как показывает практика, этот мотор с более густыми маслами становится не таким жадным к смазке, но более густые масла не подходят для регионов с холодными зимами. Ну а на самом деле причина масложора кроется в неудачных поршневых кольцах. Маслосъёмные кольца тонкие и поэтому быстро закоксовываются. А ещё они устают к пробегу в 150 тысяч километров, изнашиваются и теряют упругость. Т.е. теоретически замена поршневых колец при прогрессирующем масложоре может продлить беспроблемную эксплуатацию этого мотора ещё на 100 тысяч километров. Кстати, в продаже есть оригинальные поршневые кольца и поршни двух ремонтных размеров, т.е. двигатель EL154 пригоден для капремонта. Не часто владельцы 1,5-литровых Subaru решаются на капремонт этого двигателя. На самом деле за вполне вменяемые деньги можно этот мотор поменять на беспроблемный EJ204 мощностью 180 л.с. Это практически одинаковые моторы. Все датчики с 1,5-литрового двигателя надо переставить на 2-литровый донор. Оригинальную проводку моторного отсека и ЭБУ менять не надо, но блок управления всё-таки придётся прошить на 2 литра. Однако для полной переделки на 2-литровый мотор надо будет установить впуск-выпуск от него же. Также на основе вот этого блока цилиндров можно построить турбомотор практически любой конфигурации. Блок цилиндров прочный и выносливый. В него можно установить масляные форсунки, накрыть его ГБЦ от двигателя объёмом 2,5 и поиграть с турбонаддувом. Получится монстр от 250 л.с., который будет служить и радовать больше, чем оригинальная атмосферная полторашка. Обратите внимание, что маслосъёмные кольца не такие уж и закоксованные, но без особых причин они потеряли подвижность. В поршнях есть по 8 отверстий для отвода масла, но они не помогают в противостоянии масложёру. В нашем случае с этим EL154 случилось то, что с ними обычно случается. Обратите внимание, полная палитра. Вкладыши задранные, провернутые и приваренные. Коренные вкладыши меньше подвержены износу, поэтому они просто задраны. Коленвал у нас не жилец. Естественно, шейка 4-го цилиндра уже никуда не годится. Ну что, разборка закончена. Сегодня мы разобрали вот такой никудышный двигатель Subaru. Мощность ни о чём, надёжность ни о чём. Если вы и дальше хотите, чтобы мы делали вот такие классные подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к надёжности вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».